Здравствуйте, уважаемые союзники! Меня зовут Светлана Ладина. В эту четверть часа будем путешествовать по страницам Библии и библейскому региону. Пророк, о котором пойдет речь, в младенчестве был спасен от смерти, а придя возраст, вел ко спасению многих и многих. С ним связана самая первая в истории человечества – Пасха. Через него Господь дал людям десять заповедей на горе Синай. На горе Фавор Он вместе с пророком Ильей беседовал со Христом Спасителем. А еще раньше, в беседе с Никодимом, Господь упоминает сделанного этим пророком медного змея как образ своего распятия на кресте. Боговидец Моисей 40 лет был проводником еврейского народа из плена к свободной жизни по заповедям Всевышнего Творца. Пророк Моисей не вошел в землю обетованную, он лишь увидел ее с горной вершины. У названия этой горы есть несколько версий. На иврите – Нево, на арабском – Небо или даже Небо. Эта библейская гора находится на территории Иордании. Туда мы отправляемся вместе с матушкой Марией Ал-Алам. Маш, там куда? Там туда, в храм. Туда? Туда, там музей, храм. С горы неба показал Господь Моисею землю обетованную. Это последняя точка, куда дошел Моисей. Здесь умер он и где-то был погребен, где его положили в какую пещеру, никто не знает. Предание говорит о том, что когда Моисея погребли, через время хотели прийти и взять его кости с собой, но не нашли эту пещеру, сколько бы ни искали. Отсюда мы можем увидеть землю обетованную так же, как много веков назад смотрел на нее раб Божий, пророк Божий Моисей. Хирбет Аль-Мхайет, или вершина горы неба. Здесь сохранились остатки трех храмов. Это храм святого Георгия Победоносца, храм святого Лота и Прокопиуса, и также еще один храм в честь святого Амоса и Касиоса, и часовня в честь Иоанна Претечи. Были найдены прекрасно сохранившиеся мозаики напольные времен византийского периода. Вот как-то в седьмом веке, в шестом, было такое сочетание цветов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В центре храма устроен символический гроб в память о пророке Божьем Моисеи. Субтитры создавал DimaTorzok На горе небо пророк Божий Моисей из меди сделал змея и поставил его на свой посох. И все, кто с верою смотрели на этого змея, не умерли от ядовитых змей, которые во множестве приползли и стали жалить. И многие евреи умерли, но те, кто смотрели с верою, спаслись. Это устья в цистерну для сбора дождевой воды. Субтитры создавал DimaTorzok И это еще не все. Увидеть землю, обетованную глазами жителей VI века от Рождества Христова, дает возможность знаменитая Мадобская карта. Об этом творении древних мастеров-мозаичистов за 15 лет работы по теме Святой Земли я слышала многократно. Но так, чтобы получить видеосъемки уникального изображения, это впервые. Город Мадоба упоминается в Ветхом Завете чаще всего в связи с военными действиями между моавитянами и израильтянами. А если говорить о времени после Рождества Христова, первое свидетельство наличия в городе христианской общины со своим епископом относит к актам Халкидонского собора. Это 451 год. Ну а в VI веке в храме святого Георгия Победоносца на полу из двух миллионов частиц складывается гигантская мозаика размером 7 на 20 метров. Ну и за утрат к настоящему времени она, конечно, уменьшилась. Карта Ближнего Востока от Ливана до Дельты Нила. От Средиземного моря до Аравийских пустынь была обнаружена во время раскопок на территории ранне-византийской церкви Святого Георгия, которые были произведены в конце XIX века. Обозначенные на ней святые места дали подсказку и импульс новым археологическим исследованиям и находкам по всему библейскому региону. Субтитры создавал DimaTorzok В Мадабе живут около 4000 православных христиан. Греческий православный храм Святого Георгия известен также как Церковь Карты. У нас сохранилась знаменитая мозаичная карта Святой Земли, которая была выложена на полу в храме в VI веке от Рождества Христова. Греческий православный храм Святого Георгия известен в храме. В храме 6. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Троеручицы Вдруг происходит яркое свечение, то есть свет исходит от нее. И многие это видели, когда молились, люди получили исцеление, утешение и разные другие благословения. Мы видим, что здесь на иконе из золота венец у Божьей Матери и младенца Христа это благодарные исцеленные люди подарили местные иорданцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok на нашем официальном сайте и на YouTube-канале Союза. Телевизионное путешествие по христианским святыням Иордании надеемся продолжить в ближайшее время. А пока все. Спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся.